Доброго времени суток всем, кто будет продолжать наблюдать за первым раундом про лиги 19 сезона Starlighter. Сегодня у нас играют коллективы Glory Seekers The Radiant The Dire, коллектив Boss Dota. И для тех, кто не совсем в курсе, коллективы Glory Seekers, они же были раньше Гусь Гейминг. Пара игроков из них осталось. Ну и это у нас Мидлейн и Керри Позиция. Ортес Нуимба. Посмотрим, что получится у них. Насколько я знаю, они уже давно собрались. Ну и посмотрим, осталась ли та же сила в этом коллективе. Быстро пройдемся по банам. Оракл ЦМК что-то вот взяли за саппортов, почему-то босс. Ладно, очень боятся именно их. Ну, вначале как раз саппорты все и делают. А Оракл делает обычно в конце. Интересный выбор банов. Надеюсь, он чем-то оправдан. Ну и оппонент Glory Seekers банят Трента и Магнуса. Ну, Трент, как обычно, вначале мешает, а Магнус опять же на переворотную перспективу. Тоже очень популярные персонажи, но популярные они сидят в банах. Бэйн и Никс. А вот это уже далеко не самые популярные персонажи. Но, тем не менее, в пике они периодически залетают. И даже вчера радовал, по крайней мере, Бэйн с Никсом. Как-то игры уже почаще видны. Посмотрим, что из этого получится. Ну и, кстати говоря, босс не испугались этого Бэйна и взяли Тролль Варлорда. Хотя, по-хорошему, если Бэйн будет играть с Инфибулом, то Тролль вообще урона вносить не будет. Это персонаж, который закупается в статы, в плотность какую-то. А когда он ему просто повесит минус 100 урона, ну, что от него останется? Ну, практически ничего. Так что придется в этой игре закупаться дэмэджем. Как бы я обычно против Троллей, против Урс, против всего этого пропагандирую покупку Халбертов. Но, знаете, пикнуть Бэйна гораздо проще. Одна кнопка и вот он, вот он, минус дэмэдж. Нет никакого урона, делай что хочешь. Так, что у нас дальше в бане отлетело? Инволкер, Клок, Найт Сталкер. Интересные выборы. Хотя, почему Инволкер? Ну, ладно. Может быть, типа комбинация под Найт Мар. То есть, ты как бы вешаешь слип, туда прилетает какой-то стан и... Никс накрывает. Ну, и все это накрывает санстрайком. Все это, конечно, красиво звучит, но... Что поделаешь. Так. Так, так, так. Что вообще планирует коллективы брать дальше? Патруль Варлорда надо, наверное... Хотя, куда он пойдет? Если в мид, то какого-то кэри, кто рукой бьет и будет очень приятным ему, когда добавят атак спида. А если тролль пойдет в Изи, то, наверное, что-нибудь Алиэсэфа бы в мид взять. Хотя... Алиэсэф, тролль... Ну, в принципе, смотрится неплохо, но... Блин, наверное, надо что-то другое. Ну, тоже, что руками может наваливать. Сэнт Кин. Кстати говоря, под тролля очень весело еще заходит спиритбрейкера в четвертую позицию, но... Как-то вот... Не очень популярна эта комбинация. Хотя, периодически в баны с троллем отлетает именно спиритбрейкер. Небо, ну уж очень противно, когда он, вроде бы, четвертая позиция, а под тролля соло может развалить практически любого, если повезет на баши. Ладно, посмотрим. Я думаю, что не просто так все это сделано. Именно такие баны, именно такие пики. Явно какие-то заготовки имеются. Хотя, Глори Секерс уже задумались, увидев Сент Кинган, что им делать дальше. Глори Секерс уже задумался. Глори Секерс уже задумался. Глори Секерс уже задумался. Интересно, Бэйн, если будет получать чакру, то, по сути, два раза сможет кого-то скушать. Мало того, что сам слух АПНОФЛ может уйти, так еще и это чистый урон. Так, на секундочку. 500-600 урона ввалить, это дорогого стоит. Ну ты, кстати, как ульталина на... Как он? На шестом уровне. Ну а тут на седьмом уровне Бэйна будет. Но только чистым, а не магическим. Красота! Но все это надо еще реализовать. С контролем единственное, что небольшая проблема у Глори Секерс. Котел, конечно, за счет Монолика может застанеть, но, во-первых, эту способность можно сбросить. Какими-нибудь Лотусами, БКБшкой и прочим. А во-вторых, противник еще должен побегать, чтобы потерять всю ману и получить стат на себя. Ну и Бэйн только на шестом уровне у него появится стан какой-никакой. Ну как-никакой, вообще достаточно долгий. И дэмы же вносят прилично. Но спить его можно, вот что самое проблемное. Ну... Вообще, в принципе... Наверное, Бэйн все-таки своим первым спалом будет больше тут доставлять неприятности. Легионка в Хардлейн тоже периодически практикуют с троллем. Но опять же, за счет его ультимейта. Легионка в Соло не всегда может написать фраги. Под нее пикается обычно либо сильно нюкающий саппорт. Либо персонаж, который будет ромить и тоже достаточно серьезным нюком обладать. Либо же тролль какой-нибудь. Ну или опять же инвокер. Чтобы Санстрайк забрасывать под дуэль. Так что пик красиво смотрится, но желательно его чем-то все равно укрепить. Ну и Свен для Глори Сикерс просто великолепный персонаж в этом патче. Поддерживать его в принципе есть чем. Тем более, что проблемы с маной на начальных этапах игры устранять будет Котл. В общем, мне очень нравится этот пик. Плюс он может спасать своих союзников. В некотором смысле из-под легионки. Просто используя варкрай. Дополнительный армор. Там стан можно попробовать закинуть в легионку. Так что смотрится тоже очень круто. Милост пики. Мидлайн, я так понимаю, для Глори Сикерс. Ну и босс дота. Скорее всего будут брать керри позицию. Хотя они все еще могут слапнуть тролля с керри. Посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Вот она и Лина, кстати говоря. Про нее мы вспоминали, правда, чуть-чуть в другом ключе. Но тем не менее. Дополнительный урон. Если вдруг она решит купить Аганим ТБКБ, можно будет пробить какое-то гипотетическое у того же тролля. Но он его будет покупать. Возможно даже сразу после Саши Яши и Владимира. А может чуть-чуть позже. Но тем не менее. Покупать он будет и отключать тролля. Очень перспективная задача. Дэс Профит. Ух ты. Не часто меня радует этим пиком. Но появился персонаж, который вносит просто кучу урона. Ну и в начале смотрится очень круто. А то в рай как падает с ним. Красотенюшка. Ладно. Посмотрим, что у коллективов получится. Как бы пики очень боевые. И там, и там. Это вам элеги... Ой. Красота. Просто красота. Главное, чтобы только никто в начале сильно не просел. А то однокалиточные карты несколько надоели. Ну а вот посмотреть на противостояние Свена Лины против вот этой троицы будет очень круто. Да и опять же Бэйн. Бэйн, Бэйн, Бэйн. Со своим противным первым сплом. Это ж вообще жесть какая-то. Если я правильно помню, у него даже талант есть на то, чтобы увеличить дебаф свой на урон. Это ж вообще круто. Взять практически 200 орхов. Там даже, возможно, больше 200 урона получается. 100 режет сам инфибу. По-моему, талант что-то на 120. Ну, сейчас игра стартанет. Посмотрим, правильно ли я помню. Но опять же, это 20 уровень. До него дожить бы еще. Ну, это дело наживное. Свен будет фармить, я так понимаю, достаточно долго. Поэтому саппорты будут бегать по карте. И развлекаться. Тем более, что Свен с легионкой стоять будет. Может, даже оставят один на один. Будут больше в мине пусываться. А где герои? Ну, ладно. Спишем это на первый запуск. Может быть, на второй карте. Уже, правда, других коллективов. Но немножко пофиксится это все дело. А пока что давайте смотреть, что же нам уготовили коллективы. Да и вообще, посмотрим, кто на ком играет. Коллектив Глори Сикерс. Артус будет играть на карри-позиции на Свене. На Бене будет играть в АНЛС на линии. Собственно, имба. Кеф будет отыгрывать у нас на Киперов Залайте. Практически даже похоже чем-то сокращением. Ну и Сей будет на Никс Ассайсине. Их оппонентом выступает коллектив Босс. Дизастер у нас на Троле Варлорде. На Дос Профит. Икс ДД. СЛК. На Лиджин Командри. На Скорпе будет бегать у нас Хэппи Дюрера. Ну и Фьюи будет играть на Варлоке. Сразу Смок вылазка. Возможно, подстрянет здесь кто-нибудь. Там от Скорпа, если присосется Дос Профит, могут быть проблемы. Спалился Смок. Есть информация о том, что Скорп тут. И я думаю, мы должны понимать, что если Скорп тут, то все остальные где-то рядышком. Мы сразу отошли. Поняли, что их позицию спалили. В общем, не задался Смок Ганг. Вообще, они даже на развороте могли огрестись здесь. Суэн был рядом. Лина тоже вроде неподалеку в какой-то момент была. Станов бы хватило. Но по итогу на Варлоке ничего интересного не вышло. Была, конечно, попытка. Но этого обычно мало, чтобы что-то сделать. Напугать, как минимум. Секунду. Оказалось. Ну и посмотрим. В Ниди, наверное, все будет плюс-минус ровно. Но очень рейнджовых персонажей могут отбрасываться друг в друга такими волнами очень противными. Кто-то волной огня, кто-то волной, наверное, летучих мышей. Ну, честно говоря, с Мортал шмоткой там совсем не похоже на летучих мышей. Ну, в общем, волны у них будут. Кстати говоря, это сточная оранжевая. Ладно. Снизу у нас оказывается противостояние 303. Скорб уже подкопал Бейна Бейна. Разминаются руки по ХП, он потерял на него сразу вешается еще и Shadow World. Ну, вроде как неприятно, но параллельно атака на Скорба, и он умирает быстрее. Как-то побольше урону оказалось у Лори Сикерс. Ну, посмотрим. Начало, конечно, не задалось. Но, можно быть, и справиться не так наглеть будут. Если и наглеть, то как-то чуть были уверены, что ли. Или проверять позицию оппонентов. А может, тот такой проверочный был. Сири, хватит ли им урона. Теперь будут просто стоять, аккуратно подфармливать. Ну, а где-то друг друга разминать. Ну. Стакки тут не делаются, кстати. Вообще, даже интересно, если кто-то бы сделал стак вот на этом кемпе, кому бы он достался? Тут есть Скорб, тут есть СВМ, Котл, в конце концов. Ну, это тайна, покрытая мраком. Может быть, мы увидим ответ на этот вопрос. Наверное, не в ближайшие минуты, 2-3. Кулина в миде вроде как в плане хп проблем побольше. В конце концов, если до него дотягивается сифоном Death Profit, то хп-шку она теряет очень серьезно, но и при этом ДПН на этом хилится. Как бы это абсурдно не звучало, но... Я думаю, что, в принципе, все знают, как работает сифон на Death Profit. Приятного в этом спиле мало. По крайней мере, если ты не Death Profit. А как милисникам стоит против этого, я вообще не знаю. Но раз предпринимаются некоторые попытки там тут драгонейтов каких-то стаи, то опять же троллей в милисной форме проформить. Свен, по двоим станцию, даже задувка от котла варлоку, возможно, будет совсем не до этого файта. Действительно, он отправляется в таверну. Ну и теперь, что будет по продолжению. Миссы сейчас закончатся, но маны на стан нету у Свена, и, видимо, это остановило Лори Сикерс. А может то, что крипы уже подошли, и фарм терять не особо хочется. Наверное, все-таки отсутствие маны. Ну, в ближайшее время котл чак-то размаксит, я так понимаю. Ну, или не размаксит, то хотя бы на два раза возьмет. Ну, будет чуть-чуть попроще. Красиво, конечно, скомбинировались на станцию с задувком. Никс, никс, никс. Как-то вот, слава богу, у тебя тут все пока что. Но приятного мало, конечно, против легионки стоять один на один таким персонажем. Вроде и сам руками не раздаешь, но вот оппонент... Очень даже любит пойти в наглую и тебя промять. Как-то вот тот лайм пропушился, непонятно. Ну, 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 с ваплайнами. Не задалась 3 на 3, видимо пошли по классической стратегии. Но, вообще, по-хорошему они уже 2 фрага отдали. И, честно, не совсем я теперь понимаю, зачем тогда они все это делали. Легионка бы тут более-менее неплохо постояла. В конце концов, произно так и в некоторых ситуациях спасло бы. Ну, отойти в лес легионкой одно удовольствие. Ну, теперь у саппортов будут развязаны руки. Это большая проблема. Котл уже и вовсе на топе. Вместе с Никсом. Чакра на 2. Сейчас мана прилетит. И тролль варлорд поймет, что не все так просто. Ой, пропустил я смерть в недели. Ну, как-то это быстро случилось, видимо. Стал задуть. Ну, и, видимо, чем-то еще добавить. В принципе, лима уже закончилась. Потому как, ну, слишком мало у нее хп. Легионка, что ж ты будешь тут делать? Бейн рядом. Конечно, хп у него не так много. Но сейчас брейнсап использует и хп все вернется. Кстати, что-то у него по таланту. 90 все-таки. Клейбл дает талант. Талант. Мне казалось больше. А, у него 120 свой. Все, понятно, где я промахнулся. Кстати. Тож, представьте. Дуэлька от легионки и повесить инфибл. Он не скинется через прозаатак. Вообще, все хорошо. Этот бейнс смотрится все круче и круче. Жаль, только повесив на доспрофит он не уменьшает урон от духов. Это была бы вообще жесть. Тут представьте, духи и так наносят минорный урон. Что-то типа 55. По-моему, там в патче повышали. Ну и где это написано? Не написано. А, вот, 60 урона. 58 базовый и 60 за счет спал амплификейшен сейчас. Забавно. Повышали. Минорный, конечно. Но если 24 духа получить, то дэмэш возрастает очень серьезно. Ничем не блокируется. Типа вангвардам. Так что единственный способ. Меньше все равно на доспрофит это броню прокачать. Но там есть с вами, кстати. Что-то не задалось тут. У них с ассина с тамом промазал. Ну, я думаю, что он просто разминал и пытался тролля. Это такое себе. Появился тиммейт. Надо бы сделать куда-нибудь вылазку. Ну, подошел шикотл на топе. Помогает написать фраги на тролль варлорде. Может попробует еще подцепить варлок. Нет, катил далеко отходя. Никс по таврам бегает. Мпл не попадает. Сюда же дует котл. А отпускают один удар. И нес варлок. Да, фрага дениксай. Как-то вот. Слишком просто, что ли. Тролль. Не догоняет. Так, а тут легионка подстряла. Пл-хп потерял свэм. Но... Так, что это за разворот? Неужели хочет дуэль куда-то бы на... Очень хочет. Пл-хп бэн потерял подкоп дуэль. Дуэль есть. И первый дамаж для легион-команды. Поздравляем ее с этим. Восьмая минута. Очень... Ладно, начинаем получать свой дэмэдж. Но если будет такое же продолжение и дальше, то... Легионка в перспективе будет вносить дикий дэмэдж. Бэй, ну пора бы задуматься уже над тем, что инуфибл все-таки очень крутая способность тут. Даже сказал слишком крутая, чтобы игнорировать ее. Ну и снизу Тауэр будет сноситься. Пожимается экзорцизм. Ну и духи уже раскурочат это строение. Ну что, как же это быстро? Может уже тогда и на второй пойдут? Ну как... Безусобых проблем не нападет. Хотя, нет, половина длительности закончилась. Да еще и Коттл взял и согнул тут весь коллектив оппонента. Что ты делаешь? Дружище. Нет, Коттл, конечно, страшный персонаж, но чтобы взять и напугать легионку плюс ДП. Видимо, не совсем верят в силы, пока что коллектив босс. Надо что-то будет. Свена подкопали, неужели его хочу тут выбирать? Нет. Ну тут такое он напугать, что ли было? Свен по Тауэр Стан и нет, не попал немножко по Скорпу. Но, кстати, красивое действие предпринималось. Кинуть Стан по Крепам для того, чтобы застанить Скорпа, потому что он в любом случае уходил бы в инвиз для того, чтобы его заведить. Ну, чуть-чуть тренджа не хватило. С вами 900 золотых на руках. Будет ли это даггер или уже ставший привычным мон? Да какая, как раз Кутерстав. Ну, откроешь ли ты таймон? Да, судя по всему, это будет Мом. Это Мом. Куда же без него? Ну, следующий артефакт, скорее всего, будет, собственно, этот клинок. Для быстрого перемещения на 2100 с копейками рейнджа. Ну, и начнется экшн по карте. А пока что все продолжают фармить. Тролю очень нужен фарм. Без слотов он никого не заберет, по крайней мере, саша Яша. Ну, и с вами также свои слоты будет приобретать. И начнет он все-таки с Энш и Энш и Энш. Так же заплывет вместо стролюб бегать очень быстро. Ну, знаете, судя по финансовому положению Трульварлорда, у Свена появится это саша Яша куда быстрее. Надо что-то с этим делать. Не знаю, как бы побаниться в лесу, может быть, просто Свена погангать. Ну, серьезно, Свен за счет своего клива набирает золото куда быстрее. И в некотором моменте могут поняться босс, что Тролль оказался совсем не перспективным персонажем. Атака снизу на Свена плохой план потерял. Легионка как-то игнорирует попытки его убить. Эмм, ладно. Не хватает здесь реально инбокера какого-нибудь для санстрайков. Нашли просто, чтобы проворор вы убили по таврам, мы варлок, судя по всему, опять будет тут же отъезжать. Хотя, прилетевший Скорб, видимо, очень попортил плану Никса. Мы опять подкопали, плохо по нету, ну и улетает на телепорте Никс. Дэмэджа не так много у Скорб, поэтому не получилось. Как-то в меди бросили ДП. Не, она будет приобретать себе блэдмэйл? Вау. Как-то обычно первый слот это все-таки Яулан. Ну, правда, в некоторых случаях я видел Родо Фотос, но там то ли Квапа была, то ли кто-то такой, то есть, ну, уходящий на блянках. В таком случае Родо Фотос смотрится поперспективнее, на 2 секунды привязать оппонента, не дать ему никуда улететь. Против того же Шторма интересно работает. Там, дал Родо Фотос, сверху Сайленс после этого. Есть Финс Грипа Дос Профит и уйти отсюда будет невероятно сложно и практически умерло. Даже без слова, практически. Не успела она выйти из станов. Не Варлок, честно говоря, ничем бы ей тут не помог. А Варлок может тут подстрелить. Никс, какой же ты? Вот нельзя. Купил себе страшный топорик и пошел за Тавр вышел. Варлок? МПЛЕС, сейчас будет стано длинный, Варлок без шансов на выживание. Как же это было неприятно. Лину там параллельно на топе приняли, я так понимаю, в Легионке досталось немножко уроном. Так, есть уже 20. Красота. Демидж набирается. Самое обидное для Легионки, когда к 30-й минуте у нее примерно такой демидж. Бывают игры, где у этого персонажа не все получается. Не знаю, там коллектив не может подзажать. Или просто у оппонента какие-то слишком плотные персонажи. В таком случае, все становится крайне плохо. Видела я даже игру, где все было плохо, плохо, плохо. И Легионка в какой-то момент разозлилась. Купила Аганим просто, чтобы контролить своего оппонента. То есть она не планировала выигрывать дуэли. И проигрывать их тоже не планировала. И прыгала так просто, чтобы оппонента выключить на достаточно длительный срок. Ну и что же тут? Во что эта вся карта превращается? Пока что выглядит все так, будто все будут фармить ближайшие минут 5. Достаточно уверенно. Как-то и выйдет драки. Приятного в этом, честно говоря, мало для меня. Ну что поделаешь. Я очень надеюсь, что на фарме будут кого-то ловить. По крайней мере, нефт Ассасин предпринимает попытки бегать куда-то. Ну и в свою очередь, Death Profit, который затягивает игру куда-то в лейт. Ну, не перспективно совсем. Ее духи будут терять актуальность. Как-то тут же Суэн будет щелкать ее с 3-4, может 5 ударов в перспективе. Надо заканчивать побыстрее. Ну, как это сделать? Вопрос, конечно, хороший. Подцепили Лину, как-то не получилось, чтобы нефрак написать, но... Как-то вышло. Что Лина осталась одна практически под Т1 в миде. Хотела, видимо, забрать арно, но... Поглавили на этом. Ладно. Death Profit, Ultimate имеется. Надо сносить миде Тауру, куда все побежали. Не хотят. Ну, ладно, будут принимать, видимо, Свана. Подкопали его. Слип по Скорпу, но он уже свой подкоп использовал. Тролль получает Финсгриб и Свен на развороте. Маны бы только ему, но... Эпицентр. Естся, подкопать. Башки работают по Свойну. Не хватило маны. Котлу бы тут прийти, залить чакру. Но не успевал он здесь. Дуэль по Бэйну. Бэйн откинется. Хотя хороший стан. Дуэль не выиграна по итогу. Бэйн еще на развороте забирает тролля. Что? Слип? Нет. Если бы этот слип был по... По ребенке. Может быть, ушел бы. Лину также по таврам забрали. Шесть труб очень даже легко это получается. Не задается игра пока что у Glory Seekers. Какие-то вот мелочи им мешают. В миде не хватило чуть-чуть урона добить тавер. Чуть-чуть времени, чтобы спасти Лину. Теперь не хватило маны для того, чтобы с вами на развороте вдолстанные без особых проблем забрали двоих. Как-то вот на тоненького идет игра. Ну и Скорб добирает все-таки... Вернее, Скорпа добирает. Вот этот Микс Ассасин. Как же он все-таки убийца? Жесть просто. 4-2-0-1-4-2. Ссори. В шести фрагах поучаствовал. Ладно. Что у нас пока что на перспективку? Киперузлайт планирует себе сразу аганин. Единственное, что фармить его придется. Достаточно долго у него пока что на... Вторую часть этого артефакта. Он уже практически золото имеется. Кстати, с аганимумом-то. Поувереннее, заход на хэйграун будет с хилом-то. Это все условности. Это все какая-то далекая пока что перспектива. Бэйн по-прежнему генерирует ухи-бл. Ну, хотя бы в единичку возьми. А, ну, в принципе, с моей проблемой там монокосты и так дикие. Ну, 105 маны ради 30 урона. Ну да, наверное, смысла в этом мало. Только если максить. Ну, что поделаешь. Такой вот бэйн персонаж. Маны требует, конечно, очень много. Ни саларинга, ни аркана. Грустно ему. Лидно-лимно. Опа, не кирица. Буртстоуна уже имеется. Даже золото практически на энерджи-бустер. Чуть больше тысячи остается. Да, блатстоуна по итогу. Никс нашел тролль варлорда, если сюда кто-то потянется. Параллельно атака на бэйна. Не удалось. Обида. Фраки куда-то уходят в небытие. Их все меньше и меньше на карте. Обида. Никс будет приобретать себя. Минус. Видимо, решил, что фарм, фарма, только фарм поможет выиграть в этой игре. Свэм. 1800. Ну, то Саше остается тоже немного. Он там 500 золотых. Куда все фраги делись с картой? Ну, народ. Ну, что это такое? Вроде так, все хорошо начиналось. Лина таки докупила себе блатстоун. Главное, сейчас случайно не потерять заряда этого блатстоуна. Оппоненты все здесь. Сейчас бы смыть и нажать. Но, честно говоря, тут и так вардов нету. Хватул. Ой, какая встреча. Блайдилайт использован не лучшим образом. Но как-то вот XDD не решил ничего предпринимать. Башик, пари, не сразу срабатывает. Телепорт. И отменить его нечем падает голем. Но даже без голема там уже, честно говоря, хватало. Хотя на тоненького пыталась Саутилина. Очень на тоненького. Вот и потерят первых зарядов. Но приятного в этом мало. Ну и чем будут отвечать Глори Сикерс? Свэн прожимает ГДС и в ответ будет кушать нижний Тауэр. Но там есть глиф, по-моему. Нет глифа, нету. Ну и по итогу Тауру Паул. Прилетела сюда Легионка, но... И скорр прилетел. Это перемещение с Полилбайн, поэтому все отсюда быстро бегут. Очень быстро бегут. Шэн, правда, по пути еще забирает крипов, но это... Это вообще прикол, конечно. Как же больно тут этому голему. Ну, его надо зафармить и плюс 100 золотых для Алины. Красота. Неужели мы будем наблюдать только за тем, как падает Таура? Рот. Дайте акшон. Наверное, Никс тут самый активный персонаж. Если посмотреть там, не знаю, про Коляа, по всем остальным параметрам. Да. Никс. Тайгер. И... Никс, когда мы будем бегать за фрагером? До 12 уровня остается всего ничего. Буквально полторы пачки крипов, наверное. Может быть, две. Мяс будет чуть-чуть подлиннее. Чуть больше урона. Может, до того и ждет. А может, пытается доформить свой Мидас. Налима 500 золотых опять же осталось. Ну, блин, Мидас это не фарммикса убийцы. Вернее, не артефакт. Я очень хочу увидеть что-то посерьезнее. Но... Обида, обида. Не дают нам посмотреть на что-то интереснее. Видимо, будут уходить все влэйд. Старая, добрая, практически китайская дота. Когда все фармят 30 минут. Два файта все фармят. А потом кто-то идет, заканчивает игру. Никс может тут подвстрять. Сипадка под Скарпан. Сайнер с 1 профит. Куда же без этого? Если сейчас еще башек пробит, будет вообще великолепно. Нет. Скарпа спасти не удалось. Хотя отличные станы через вагону принимают тролля. Дуэлька по линии, но что-то пошло не так. Есть миссын. И по итогу с ребенка тут отъехала. Вроде хорошая атака была. Вроде бы и успели никса забрать. Но потому что то, что я совсем не так. Блайдин Лайт Катпла, кстати, тоже здесь очень круто срабатывает против тролля и ребенки. Но вот эти способности... Как-то можно развеять. Блайдин Лайт Катпла через проза атака, в конце концов, та же БКБшка, которая когда-нибудь да появится. Лина вроде как и теряла заряды, а теперь они все одной дракой вернулись к ней. Так драться не стоит. Босс, наверное, ворды по-хорошему надо расставить. Чтобы они палили такие вот... Вращения, не знаю. В конце концов, позицию оппонента. Потом Никс вроде был один, но тут вдруг не стану всего прилетает. Станут Лины, станут Свена. Все это как-то неприятно в замесе ощущается. Ну и что, продолжат фармить или все-таки с Эггисом пойдут куда-то дальше? И... А Эггис есть, лагуны есть. Даже прибыла сейчас в катике. И Никс идет искать себе жертву, но он тут все, он это прекрасно видел. Ну, видимо, просто инфу даст. Ну и что тут предпринимается? С воровой клипчиком. Ну ладно. Неладно. Я хочу экшен, народ. Дайте экшен. Ну что это такое? Я уже устал за такими играми наблюдать. Все фармят. Все фармят. Все хотят золота. Ну вот то, о чем я и говорил. Тролль Варлорд вроде нафармил себе Владмир. Вроде появился Блэйд оф Алакрити на Яшу. То есть он нафармил порядка трех с половиной, может четырех тысяч. Четыре с копейками. Свен в свою очередь в это время вынес Даггер, Сашу, Яшу. Еще практически готовая БКБ Лину подспирина дуэль. Лина должна здесь отъезжать. Но как же работают эти миссии? Они ее спасают. Еще бы уйти отсюда. И, слушайте, уходят. Добивает легионку на развороте. Это просто жесть какая-то. Блин, отсюда уйти будет невозможно, по-моему. Но он использует слип. Голем сюда же падает. Нет, добирают его все-таки. Стан по Скорпу. Скорпа вроде пытаются добрать. Деспрофит, как же она быстро умерла. Сейчас главное никому не подставиться под Фаталбонцы. Иначе будут проблемы у Лины. И потолбонцы, наверное, уже сейчас закончатся. Добивают также и Варлока. Вот вам СВН. Который вносит просто дичайший дэмэш на такой минуте. 19 уровня. Это что такое? Это его фарм. Это его фарм. Да, сейчас бабнуть Бэйну. Это да. Ну, кстати, я видел такие игры. Не надо тут. Это очень круто смотрится, когда Бэйн вырезает 210 урона. Да, ностальжи. Как-то вот в последнее время с такими играми напряг. Серьезно. Попытка переформить СВНа была очень провальной. И, по-моему, это было достаточно очевидно. Возможно, еще смотрел свой смертный. Как-то изменился он со СВНом. Я, что, своего, конечно, вынес. Но, опять же, этого мало. Вот он теперь планирует БКБ. А СВН уже добрал его. И оно полетит к нему. Играть в фарм СВНом это вообще что такое? Так. Спрятался этот СВН. Еще бы какой-то смог нажать, чтобы его вообще неожиданно было видеть в файте. Лина разгоняется. Держит пассивочку. Ну, и, кстати, у нее в скором времени появится линкен сфера. Дуэль выдать будет гораздо сложнее. Есть, конечно, чем сбивать. Тут же сифон, подкоп, в саду ворд. Но, блин, рейндж кастовник не такой большой для того, чтобы... Так, СВН ворвался в Доспрофе. Три удара, да, нужно на нее. Она использует... Еула, но... Просто лагуна. Просто лагуна. И через фенцгрип забил ее туще с колбан. Ну, байпбэк. Хорошо, конечно, но СВН продолжает стан, пытается забрать реверлорда, но его просто съедает Бэйн. Как же это все печально смотрится для коллектива босс. Серьезно, что делать теперь? Два корп персонажа в таверне. Был вынужден сделать скорб байбэк, и при этом... Ничего не намечается. Да, конечно, потолбанцы... Там... Раструсить эпицентр. Было бы круто, но дэмэджа все равно не хватит. СВН слишком плотный. Лина, в конце концов, с Аегисом. Мы потеряли мид. 10 секунд, появится Дэс Профит, но... Вряд ли. Легионка, дуэль по СВНу, сюда же прилетает с даггера. Никс подконтролил. СВН здесь вызовет. Эпицентр по СВНу, и... Слип чуть-чуть, пару... Ну, сотни, заи, выдели. Станом отбросился, замедляет его Дэс Профит. Нет, СВН сюда все-таки не уйдет. Котла так же поцепили, и... Нет, звери там здесь. Но проблема в том, что лайн уже потрачен. Так же потрачен... Опаньки. Никс? А как так? Кто подставился под фаталбонцы? Ну, ладно. Будем считать, что фаталбонцы в весельных репах, и там что-то пошло не так. А может быть, Шадон Ворд? Ну, не суть. В общем, отъехал, и ладно. Нету сейчас... Духов у... Дэс Профит. Поэтому не знаю, как они будут заходить дальше, но... Видимо, они не пойдут. Или пойдут? Или не пойдут? Тут ломается тролль. Видимо, коллектив сыграл свое, и сказал, что мы туда не идем. Одного Таура достаточно. Действительно, без экзорцизма. Не особо боевая Дэс Профит, а там все уже практически поресались. Да и товар забирают они достаточно. Наверное, как он... Важно на такой минуте, просто из-за того, что слотов нет. Что делать в троллю? Как быть? Вейн в скором времени уже... Дамаксит свой. Ну... Уже 90 урона у него уходит. 120 будет на следующем уровне. Давайте посмотрим, что вообще по талантам набрали. Свен себе берет силу статы. Атак Спид, видимо, рассчитывает на то, что мана у него будет постоянно от котла. Скорб. Что-то тут забыл Никс Ассасин. Уж, думаю, у Скорпа проблемы будут, но, видимо, Никсон напугали. В конце концов, тут всем. Кстати, на это у Никсон что-то ворды не закупаются. Вначале он очень много всего натворил. Легко отзывается периодически. А вот они, Консфера. Влина сразу вешается в номер с вами, потому что он стоит впереди и постоянно пушит товара. Набрали один, вчера. Можно забрать и второй, на самом деле, а потом и на рожек пройти. Через минуту станет ясно, сколько времени осталось. Ну да, наверное, так и сделают. Действительно, еще один шрайн. Чуть-чуть подформить. Дождаться рожка. Не зайти без особых проблем на хай-граунд. Криты. Знаете, самое смешное, что эти криты не так часто сейчас в посвоении покупаются. То бишь, доедалось. В последнее время вообще что-то непонятное творится с некоторыми персонажами. Какие-то блаторны появляются, непонятно на ком. Серьезно, на свене я чаще видел уже блатор, нежели доедалось. Вот опять же, казалось бы, там тролль. Взять такие мнорные криты, взять себе трустрайк. Вроде и красиво смотрится, но там в скором времени будет БКБ. Я так понимаю, свен именно на это расчет делает. В конце концов, мисс он себя сбросит, Блэд Мэй. Э, Блэд Мэй. БКБшки, конечно же. А, прожимается Смог. Кто-то сейчас может подострять. Баркрайз. Нашли тролля, тролль, стан по нему. Свен немножко замерил, промилем, ну что поделаешь. Первый стан, конечно, сняли, но мало чем это помогло. Хотя на один удар добивают его все-таки лагуной. Проблема у Свена. Свена нужно добить, Свена добивают. Эпицентром слишком много КП с ним имбе. И Лина, Лина должна умирать здесь. Должна умирать здесь. Добивают ее. Ну и по итогу зря они здесь выходили. Таким образом, надо было дня дождаться. Котлаш уже огоним. Есть. Так, куда они тогда пошли? Как-то вообще непонятно. Ладно. Каким бы Свен имбой ни был, но, как мы видим, маловато этого. 4 тысячи отыграли, даже 5 тысяч отыграли на этом босс. Котла подкопал скорбь и сюда бегут все, но не добегают. Слишком далеко были. Ну и что? Можно ли считать это камбэком? Честно говоря, вряд ли. 15 тысяч все еще преимущество есть. И в конце концов, Свен в два клика, может все-таки переворачивать тут карты. Ой, не знаю. Этот файт, конечно, был провальный, но я бы сказал, что это исключение с правилом, нежели правилом. Свен, конечно, силен. Как он тут умудрился отъехать? БКБ он прожимал вообще? Прожимал. Он свежий. Нет, 100. БКБ у него было давно. Видимо, он не успел нажать БКБ, за что и вы не отказали. Бэйн у нас уже с Линдой. Ладно, сейчас все будет зависеть от Рошана. Я так понимаю, именно на нем будет драка. Будет, не будет. Ну, экзорцизм, по идее, откатится. 40 секунд. Нет, не успевает экзорцизм откатиться. Воу-воу-воу. А драки-то может и не быть. Да и, кстати, через 15 секунд будет день. Котел даст инфу. Рошан тоже появится вот уже сейчас. Ну и что? Это будет хайграунд. Днем. День? Ты где? Кстати, не знаю, с чем связано смещение вот это дня и ночи. Почему-то вроде как день у нас длится ровно 4 минуты, ночи 4 минуты. Но вот уже сейчас 5-секундное какое-то смещение. На планаре очень неприятны такие ситуации, когда ты вроде по таймингам прожимаешь себе ночь, а потом в какой-то момент оказывается, что между твоей искусственной ночью и, типа, естественной, 5-секундный пробел. И в этот 5-секундный пробел навязывается файт. Вот это вот очень обидно. Я бы даже сказал, слишком обидно. 5-секунд файта бегать без ночи. Хотя сейчас можно в конце концов через деревья улетать куда-то. Ну что? Первая минута дня была потрачена на то, чтобы забрать Рошана и пропушить лайны. На хайграунд пойти не. Но если они еще минуту-две помедлят, то дадут еще 5 минут, по сути, троллю на то, чтобы подфармить. Да и легионки так же. Мне такая перспектива не нравится. Но все-таки собираются в кучу. Вторая минута уже наполовину исчерпана. Ну, и пора идти на хайграунд. Свэн? Свэн? Над тебе висит... Линка. У тебя за спиной задувает Котл. Нужно идти на хайграунд. Как-то вот мануться. Две минуты дня прошли. Свэн прожимает ГТС, врывается в ДП, но она великолепно заявила это все. Как же сейчас катит этого Свэн? Он все БКБ пробегал. В драке. Свэн будет без БКБ. Нужно его сейчас ловить. Нету БКБ. И... Пустили? Ладно. Еще пять минут по итогу зайти не смогут Глори Сикерс. Пока откатится ГДС, пока откатится БКБ, уже ночь настанет. Серьезно. А без ночи заходить особо резона нет. В конце концов, у Аскотл наполовину бесполезным становится. Он 4000 фармил, и все ради чего? Ради того, чтобы ночью не получать никаких преимуществ. Вот такая себе перспективка. Ладно. Осталась минута дня. Видимо, хотят сыграть именно на этой минуте. Сейчас откатится ГДС Блэдмейл. Почему я называю БКБ Блэдмейлом? Кто бы мне рассказал. В общем, все сейчас будет. Надо заходить уже тогда, сейчас, либо никогда. Реально. Потом 5 минут будет никуда. Опять. То же самое. Опять. Там... Биулан. Как же на реакции здесь играет ДП. Просто великолепно. Одна секунда до станы. Неужели хотели? Нет, сбиваю таггер. Получает тролль. У нас инфибулы станут. С вами подконтроливают. Нет, С вами отсюда не уйдет. Хотя она разворотчик. Как же больно троллют. Под ГДСом тролль. Конечно, рассыпался очень быстро. Без профит душами практически никого не дамажит. Опять же, Варкрай. Ну и 15 секунд дня. Сейчас всех подхилят. Хотя СВН этот хил очень так себе залетает. ГДС закончился. Видимо, линия сейчас будет основным дамаггером. Скор подкоп к линку. И Никс ворвался. Ладно, не совсем не поняла того мула. Есть только по Линию СВН. Потом, кстати говоря, разминивают Аегис. И так, наверное... Нет. Да, разменяли Аегис. Отъехала. Наконец, Легионка. Не получилось забрать Лину. СВН поднялся. Нужно забирать Дес Профит. Дес Профит без маны. Как же долго она стоит в станах. И... Нет. Это, судя по всему, в Вайбеке. Этот Дес Профит без экзорцизма. Это такой себе боец. Через 20 секунд появится еще и тролль Варлорд. Можно будет попробовать подраться. Но не отступают. Здесь коллектив ГС. Вот он ворвался. Опять ману сжег. Господи. Всю ману просто потратила ДП. За это она должна тут отъезжать. Добивает ее Лагуной. Скор пытается отсюда уйти. Подцепили также Легионку. Легионка здесь должна будет умирать. Тролль Варлорд. Только сейчас будет приходить к Граку. А он же сейчас уже ничего не сделает. Один. Потрачено. Ну это минус 30 стороны мегакрипы. Тролль получает монолик. Еще очередной стан. Подкопали импейлами. Нет, это минус 30. Надо гигать. Что-то пошло не так. Ну, поздравляем коллектив ГС. Они все-таки заработали. Здесь сыграть со Свеном фарм была, как и предполагалось, плохая идея. Серьезно, люди, те, кто смотрят и меня слышат, пожалуйста, если играете против Свена и планируете пофармить, хотя бы забаньте в лесах пару кемпов. Заставьте его фармить меньше. Ну, это неправильная тактика. Когда Свен фармит и выносит в 2-3 раза быстрее слоты, чем вы, это совсем плохо. Ладно. Надеюсь, что усвоят этот урок коллектив БОЗ. И как-то в следующий раз хоть что-то будут предпринимать. Ладно, уходим на небольшую музыкальную паузу. У нас сейчас будет начинаться еще одна карта. Далеко не расходитесь. Скоро я к вам вернусь.